Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Естественно, это не самое комфортное жилье на настоящий момент, но на что будут менять? Если вместо этих пятиэтажек, которые давно пора снести, в принципе, понастроят вот эту точную застройку по 22 этажа каждый дом и расстояние между домами пять метров, то, извините, лучше бы пятиэтажки оставили там просто переделав. Рекранировано понятие дворов московских. В принципе, оно уходит. А нынешние дворы – это стоянки, это паркинги, в лучшем случае. И создается агрессивная среда, когда тысяча человек из этого дома одновременно выходит и тысяча человек из этого дома. Там не дети воюют, как дворовые команды, постепенно входя в жизнь. Там воюют взрослые уже с пистолетами, с собаками бойцовскими и бог знает чем. Так что, на что еще заменят эти пятиэтажки? Вы в Москве живете? Конечно, я в районе Москвич. Я тоже, но в каком-то именно районе? Сейчас я живу, имея квартиру в центре Москвы, я живу за Москвой. Да, я просто к тому, что в Москве как раз очень отслеживаются потоки людей и запрещают точечную застройку, возвращают программы дворов. То есть, вас услышали, вот Лужковское тяжелое наследие, я не говорю про хорошее Лужковское наказание, пытаются максимально использовать. То есть, Москва это не вот этот ужас-сити. То есть, Москва, она довольно... Ну, мы сегодня же не об архитектории, просто я... Вот эта привычка, кстати, с советского времени идущая, а может быть и с до советского времени, как два начальника высших что-нибудь предложат, уже не важно, хорошее или плохое, все в восторге от того, что они предложили. Ты просто смотришь, что это отличный драйвер для экономики, когда выявляется большой инфраструктурный проект. Все-таки об элитах, о кадрах. Я бы не отрицал советский опыт, и далеко не все 74 года советской власти это репрессии. И уж там репрессии конца 40-х годов нельзя сравнить с 30-ми годами. При этом обратим внимание, что там вот в 30-е годы, 20-е, 30-е годы, ну там полтора миллиона, два миллиона репрессированных, будем брать всех, и распиленных, и посаженных. Но для остальных 100 миллионов граждан Советского Союза были при этом созданы гораздо лучшие условия жизни, чем в предшествующий период. Этот позитивный результат, он же во многом оправдывал в глазах людей то, что происходило. Ты знаешь, что так нужно действовать сейчас? Я говорю о том, что максимальный рывок наша страна в 20-м веке делала как раз конец 20-х, 30-е годы и конец 50-х годов до конца 60-х годов, там до 70-го года. Неплохо бы изучить, как тогда работали с кадрами. Я вот против того, чтобы пришли технократы, вместо кого? Идеологов, и все стало хорошо. Извините, на Западе практически все министры, все члены правительства, это не технократы, даже иногда и в Министерстве финансов. Это политические назначенцы, а механизм работает сам по себе достаточно эффективно. Значит, можно посадить старых людей на новые должности, старых по воздуху, можно молодых на старые должности, еще ничего не изменится значительно. Почему большевики сделали травок опять? Потому что они стали такие амбициозные, как сейчас выражаются, цели, которые нам вообще не снились. Они одновременно боролись с дьяволом, с капитализмом и соревновались с Богом, пытаясь построить этот коммунизм. А мы с Богом сейчас соревнуемся, что мы хотим сделать? Вот об этом проекте, об этой идеологии. Да, вообще-то с Богом обычно дьяволы соревнуются. А в дьявол мы встраиваемся. Мы встраиваемся в дьявол, но почему-то все на вторых ролях. Вот что меня не устраивает. Каждый наш чиновник, не каждый, каждый второй, значит, с Богом не нужно соревноваться, поскольку идеологии нет. Ну, там, Великая Россия, это понятно, красиво повторить всегда можно. А что конкретное? А в дьяволу нужно встроиться. Нужно за время своего пребывания на должности получить максимум административных связей и материальных возможностей. для того, чтобы потом переместиться, как здесь говорили, куда-то на запад, отдыхать, понятно где. Я не верю, что вот эти назначения, о которых сейчас говорят, что они радикально изменили кадровую политику, в смысле стратегии, по отношению к тому, что было до сих пор. Пока не вижу таких показаний. Я, например, читаю, что когда губернатор говорит, что-то я вот в отставку засобирался, он на всякие случаи получает месяца на три не выезд из страны, и скромно работают учетные палаты, генеральная прокуратура и следственный комитет. Ну, вот, ну, чтобы не было классической, конечно, конечно, но присядьте на дорожку. То есть, чтобы, ну, послушайте, любой человек, когда его назначают на должность, он начинает с того, чтобы проводить полный аудит. То есть, что ему достанется в наследство? Мне просто кажется, что государству необходимо проводить точно такой же аудит, чтобы понимать, что ты натворил. Вот не по России один, а необходимо, чтобы связь между местным и местным голосовым управлением должна быть более очевидной. И должно быть право у них не назначать как раз, и, может быть, не вы... Но во всяком случае, высказать импичмент и, так сказать, недоверие. Я не хотел в свое время до назначения губернатора, чтобы министром сажать в тюрьму на три года. Чтобы уже сидел и с чистой совестью на работу. Конечно, да. Ну, и конец. Вернусь к элите. Вот, к обновлению, к ротации, к новой кадровой политике, которую, по-твоему, я пока не очень вижу. Вот смотрите, я исхожу из того, как я уже говорил, что нужно, прежде всего, свой опыт изучить, исторический. Почему? Потому что он пригоден для нашей страны. И успехи, которые обеспечила, например, на этапах кадровая политика, значит, это успехи, которые рождены из глубины страны, нашим народом, без всяких иностранных менеджеров и технологий. Хотя обмен опытом нужен. А все негативные, все провалы, они тоже, вот, их можно понять и объяснить там. Второе, что я скажу, что не бывает такого, что вот работает некая контора плохо, и она обучена работать плохо. Вот туда просто назначаешь другого человека, и она вдруг с теми же людьми, с теми же кадрами, с той же инфраструктурой вдруг начинает работать гораздо лучше. И примеры этого мы видели на наших глазах. При всей критике, которая есть по отношению и к Дмитрию Рогозину, и к Сергею Шойгу, вот очевидные два примера. До их назначения одно положение было в этих отраслях, после их назначения резко другое. Резко другое. А в Городине то же самое. Вот, да, конечно. Госкомпания. Но разве Дмитрий Рогозин это технократ из Гарварда, или Сергей Шойгу, или это красные директора из прошлого? Нет, они и не то, и не другое. Они просто имеют эту идеологию. И вот дальше, как я вижу эту кадровую политику, не так, как сейчас, когда выпускники определенных факультетов, где госслужащие готовят, у них есть одна мечта. Стать не министром, заместителем министра. Какого угода министерство? Потому что замминистра сидит на конкретном материальном ресурсе, потоке денег, и у него нет такой политической ответственности. Его к Путину не вызывают, не ругают по телевизору, не показывают, он тихо делает свое дело. Итак, прежде всего нужно, чтобы Государственная Дума имела право, по крайней мере, отлагательного решения по назначению министров, и имела право ставить вопрос об их отставке, прямо по конкретному человеку перед президентом. Второе. Совет Федерации. Тоже странная организация, при том, что это очень важный орган. Третье. Странная или важная? Странная организация, господин Клифф. Но важный. Третье. Меня не очень радует, что из Москвы пять человек послали руководить губерниями. Я бы лучше хотел видеть, чтобы из губерний в правительство приходили самые успешные губернаторы. Каждый чиновник должен, прежде чем получить должность в руководстве, в тем или иным министерстве, замминистра. Он должен два года проработать в Чечне, на какой он должности, два года в Якутии, в противоположном направлении, два года в Калининграде, допустим. И только после этого он имеет право назначаться. Я бы вернул выборность судей, кстати, верховного судья, на нижнем уровне. Верховный суд, конечно, смешно выбирать судей, просто не знает этих людей. А на нижнем уровне я бы это вернул. То есть система кадровой работы у нас еще очень и очень такая хаотичная и зависит от воли одного человека президента. И последнее. Вот есть точно, что мы имеем по опыту 90-х годов. Каждый человек, который называет себя либералом, Никита. Каждый человек, который называет себя либералом, не имеет права занимать никакой должности, ни в какой части аппарата России. Ни в какой части. Каждый человек, перед которым, это легко выяснить, стоял вопрос, хамон или Крым, и он сказал хамон, Не имеет права занимать ларек пусть свой, фирму держат, собаку стрижет. Но никаких должностей в Российской Федерации. Это дефакто уже прошло. А если и то и другое? В политической элите уже практически нет. По одному. Это РН Георгий не прошел. Нет, я совершенно не пойму, Виталий. Я совершенно не склонен к либерализму, хотя я многие вещи в либерализме несполезну. У тебя нормальная идея. Ну как можно так ставить вопрос? По мне, ты знаешь, что же это? А если человек толковый? А если он умеет делать? Слушай, Меньшиков у Петра, он его бил постоянно, но держал, потому что он войны выигрывал. И Петербург. Правильно. Ну что делать? Но хамон-то он не выбирал вместо Крыма. Даже если хамон выбирал. И хамон выбирал. Ну как можно так взять? Начало Крыма, потом Крыма. Вы понимаете...